На сегодняшний день такое заболевание как СПИД известно в каждом уголке земного шара. Его справедливо называют крупномасштабной эпидемией, чумой 20 и 21 веков, реально угрожающей человечеству. 1 декабря не просто очередная дата в календаре, а день скорби по миллионам умерших от этой болезни. Перед тем, как погружаться в процесс изучения информации о защите от вируса, стоит разобраться, чем СПИД отличается от ВИЧ. ВИЧ-инфекция расшифровывается как вирус иммунодефицита человека, и она первична. Аббревиатура СПИД означает синдром приобретенного иммунного дефицита, и это конечная стадия ВИЧ-инфекции. На сегодня свыше 42 миллионов людей, живущих в самых разных уголках мира, страдают от смертельно опасного вируса, вызывающего у человека дефицит иммунитета. Ежедневно около 15 тысяч людей попадают в категорию больных. ВИЧ-инфекция, прожатые иммунные клетки, не давая им работать как положено, подавляет их и уничтожает, что приводит к СПИДу. Отсутствие иммунной защиты человека приводит к возникновению болезни, которой бы он никогда не заболел, будучи здоровым. Самое плохое то, что в первое время ничего практически не происходит. То есть те симптомы, которые проявляются, когда вирус иммунный дефицит распространяется по телу человека, это не специфические симптомы. То есть они могут быть похожи на симптомы обыкновенной простуды, и более того, через какое-то время они ослабевают и вообще уходят. И человек, если не знает, что у него в организме находится вирус ВИЧ, он долгое время этого знать не будет. Инкубационный период, период до проявления уже какой-то специфики, может длиться месяцами и даже годами. ВИЧ может передаваться через различные биологические жидкости инфицированных, например, через кровь, грудное молоко, семенную жидкость и вагинальное выделение. ВИЧ также может передаваться от матери ребенка во время беременности и родов. При обычных повседневных контактах, таких как поцелуй, объятие или пожатие рук, или при совместном пользовании личными предметами и употреблении продуктов питания или воды, передача инфекции не происходит. Важно отметить, что люди с ВИЧ, принимающие антиретровирусную терапию, у которых достигается вирусная супрессия, не передают ВИЧ своим сексуальным партнерам. Есть такое понятие, как доконтактная и постконтактная профилактика. Доконтактная профилактика, она очень популярна среди людей, живущих с ВИЧ-инфекцией, у которых есть партнер, который не инфицирован ВИЧ. Есть определенные схемы для приема лекарственных средств, которые могут предотвратить данную ситуацию. Также есть постконтактная профилактика, которая включает в себя обращение к нам в центр СПИД в течение 72 часов после возможной аварийной ситуации. Если человек проконтактировал с биологической жидкостью, которая может привести к риску инфицирования, он должен обратиться к нам в течение 72 часов, еще раз повторяю, так как это период времени жизни вируса, на который мы можем воздействовать. В России особенно открыто о СПИДе никогда не говорили. Однако накрывающей волной для жителей страны стал отечественный сериал «Нулевой пациент», премьера которого вызвала большой интерес у зрителя. Что вполне объяснимо, в основу сериала легли реальные и очень страшные события, виновные в которых до сих пор не понесли ответственности. «Нулевой пациент» – экранизация реальной истории о первой крупной вспышке ВИЧ в СССР, случившейся в конце 80-х годов в детской больнице Калмыкии. Сериал привлек внимание к теме СПИДа, которая в России до сих пор считается табуированной. Как оказалось, многим зрителям история трагедии в Элисте и вовсе оказалась незнакомой. Теперь же дискуссии о той трагедии возобновились. Карина Саяхова, Фарид Захитуглы, Универньюс.